Сегодня в выпуске новотель. Обследуем отели на пляже Ката. Не без приключений и разочарований. Участвовали в платном фестивале, бегали от брызг и летали по воде. Качали ноги и кардио, нежились в муке. Осматривали окрестности самого русского пляжа на Пхукете. Встречали закат, болтали, гуляли и переезжали. Следующий отель Оза. На канале уже более 600 обзоров и не только отелей. Подписывайтесь. А цены на отели теперь можно узнать у нас в телеграм-канале. Консультации, подбор тура, а также переходите на наш сайт, где вы можете сравнить цены у всех туроператоров и забронировать отель самостоятельно. Вся информация в описании. Всем приятного просмотра и хорошего настроения. У нас осталось два новотеля, которые остались со своим же названием. Остальные переименовали Холидеин или сейчас они называются Диспенейшн. Но на Камале и на Кате остался новотель, и мы заезжаем на Кату. Аня, я думаю, уже рада, потому что во всех новотелях Сиам Эдвенча Клаб детской анимации. Ну, идем мы быстренько-быстренько заселяемся и пойдем смотреть территорию. Но пока, слушайте, я не вижу детского клуба нашего любимого. Отель даже вне сезон пользуется популярностью. Деток много уже вижу. В лобби зоны с играми. Угощается уже Гриша приветственным напиточком. Попробуем. Аня уже налаживает контакты с детьми. Ну, как во всех отелях Таиланда, 2000 бат депозит, который возвращается, если ваш отдых прошел без курьез. При заселении дают два комплимента. Это промоушен для массажа и 10 минут прокатиться на водном скутере. И впервые нас заселили. Раньше положено во времени двух кустов номер свободен. И нас заселили. Это впервые у нас в Таиланде. Сегодня очень быстрое заселение. Номер у нас 415. Итак, начинаем обзор номера уже повидавшего, но очень большого. И здесь очень сильно напши. Смотрим наполнение стандартное. Халатики. Ой, смотрите, есть маленький. Даже классно Аня может носить. Ну, стандартный набор. Зонтик, тапочки. Ну, там уже с улицы слышится веселье. Сейчас мы быстренько осмотримся и пойдем. Ну, ванна такая, знаете, на любителя. Здесь очень такой стиль красненький. Не новотелевский. То есть, очень такой старенький отель. Стильно старенький. Но зато большой плюс, что в таких стареньких номерах очень большие номера. Здесь очень просторная ванна. Отдельно душевая кабина. Ну, сантехника нормальная. Не новенькая, не старенькая. Ну, и мне, конечно же, нравится, что ванна с окошком в спальню. Очень насыщенная барная зона. Водичка, чай, кофе есть. Ну, конечно, не из кофемашины. Ну, холодильник обычный, не просторный. Фонарик сейф бесплатный. Ну, и очень просторная у нас комната. Очень большая, красивая. Кровать просто с третий размер. Очень, прям, огромная. Но отельчик, конечно, старенький повидаш. И мне кажется, что они здесь так вкусно напшикали, потому что здесь есть какой-нибудь запах. Но зато очень все удобно и просторно. Ну, а теперь к нашему виду из окна. Очень веселенькому кусочек моря. Видно, вид вполне себе классный. Но будет днем очень шумно. Все время играет музыка. Значит, отель веселенький. О, смотрите, даже есть маленький малышковский аквапарк. Ну, все, быстрее, быстрее, быстрее побежали смотреть территорию. Очень комфортабельные места у нас на балконе с красивым видом. На самом деле жалко, что он до сих пор называется новотель, потому что в Destination'ах мы уже на хорошем счету. Мы в базе у них. И поэтому нам всегда выдают улучшенные, апгрейдживают номер. Мне очень нравится в новотелях на первом этаже, потому что там лежачки и все такое. Ну, ладно, здесь зато высокий этаж и красивый вид. Слушайте, ну, я теперь поняла, почему здесь так воняет, ну, напшикали. Потому что здесь жутко воняет рыбой. Блин, ну, не знаю, менять мышки не будем, может, они здесь все-таки вонючие. Я вам сказала, что такой рыбный запах, но я так понимаю, что это плесень. И я прям ее там вижу, это просто жесть. Слушайте, вот на видео не видно, но здесь повсюду, повсюду плесень. О, кошмар там вообще просто внутри. Слушайте, здесь, конечно, отель безумно, видимо, старый, потому что там в Канди просто невероятное количество плесени. Это она воняет. Вот этот рыбный запах, это не рыбный запах, это запах плесени. Ну, в итоге чистят нам кондейчик, чем-то там проклеивают, прочищают. Ну, там вообще, конечно, слой был адовый. Впервые мы так заморочились, потому что прям, ну, жестко. Территория просто невероятно тесная. Здесь несколько бассейнов, каскадами, взрослый, детский. И на этом все. То есть прогуляться особо некуда. И находится он также, ну, на горе, да, то есть вот так, чтобы прям вышел, и сразу вокруг цивилизация нет. Но в любом случае приятная территория. Но пока лучший новотель был Сюрин. И из-за того, что отель очень перенасыщен, да, территория маленькая, и он популярен. Здесь слишком много народу. То есть мне вот, например, не хочется залезать в бассейн. Вот этого вот какого-то релакса нет. То есть здесь купаются, места мало. Ну, слишком как будто, знаете, много народу в бассейне. Вот это полотенце везде взять. Ну, в общем-то, знаете, такое не тайское, а такое, как дешевая турецкая четверка. Вот у меня почему-то такие ощущения. Ну, и с коляской тоже по территории будет сложно передвигаться. Из-за того, что оно каскадами. Постоянно нужно спускаться по ступенечкам. Но в любом случае пройти некуда. Кроме бассейнов на территории ничего нет. Ну, в любом случае отель, конечно, зеленый. Просто мне в сравнении он не нравится. Я бы выбрала больше Сюри. Но сейчас он называется по-другому. Ну, и анимация там намного лучше. По субботам проходит Family Day. Но он платный, 620 ребенка. Это, конечно, очень интересная анимация в отеле. Я в шоке. В общем-то, платная анимация заключается в том, что детям выдают пистолетики водные. И делают вот такие вот штучки. Типа баланс шоу. Ну, и в субботу еще проходит фестиваль еды. То есть, весь день накрывают столы. В общем-то, можно перекусить макарошками. Ну, такой Family Day. И сюда можно на него приехать, даже если вы не проживаете в отеле. И провести здесь день. Покуша вкусненько. И с вашими детьми поиграют. То есть, вот 650 с взрослого, да? И 350 с человека. Меня немножко смутило, что эту же сумму они берут из тех, кто проживает в отеле. То есть, в итоге детский клуб остается без аниматоров в этот день. Ну, с едой в отеле все в порядке. Очень хороший субботний ланч. Шведский стол. Очень даже ничего. Классненько. Галка у меня сломалась. Моя камера опять. Это еще раз всем напоминаю. Ни в коем случае никогда не покупайте GoPro для съемок, потому что он не все карты принимает. Если кто вдруг снимает, он как бы карты одноразовые только. Смотрите, какие классные милкшейки делают. Прикольные. Класс. Ну, здесь прямо, знаете ли, не обед, а настоящий ужин. Это я еще горячие блюда не стала снимать. Это тоже огромное количество. Ага, булочки. Ну, в общем-то, очень-очень классно. В принципе, за 650 бат вполне себе. Такое они называют завтрак на весь день. Но тут не завтрак, а ужин. Ну, продолжим. Опять вернемся к территории. Очень такой, знаете, это мы уже находимся в детской зоне. Горок здесь полноценных нет. Есть маленькая, ну, вот просто, да, чуть-чуть скатится. Вода в бассейне мутная. Вот Аня, например, отказалась здесь купаться, потому что ей не нравится, что мутная вода в детском бассейне. И здесь, знаете, как Мамай прошелся после какого-то суперпраздника жизни. Все валяется на лежаках. Что-то здесь это, то есть поняли, да, с уборочкой здесь напряженка. На улице детский клуб продолжается. Есть небольшая детская площадочка для детишек, даже с песочком. Ну, в принципе, для малышей отель сойдет. Есть даже игрушечки. И небольшая зона с брызгалками. Как вы помните, при заселении выдают промо-код на катание каком-то подводной штучке. Но здесь так все неорганизовано. Я поняла, почему. Потому что аниматоры это и бармены. То есть она до обеда бармен, потом она же аниматор. Ну, в общем, у них как бы нет отдельной, что ли, детской анимации людей, которые занимаются. То есть это люди, которые, ну, это совмещают с какой-то своей основной профессией. Уже, как вы поняли, отель мне вообще не зашел. Это самый худший отель из тех, что мы здесь посетили, там, из всех 20 за последнее время. Здесь вот вроде бы, видите, все есть. Ну, как бы, типа госстандарт есть, где позаниматься спортом. Но здесь всего две дорожки там. Ну, то есть вот как бы лишь бы что вот должно быть. А как бы, ну, это не круто. Территория очень маленькая, очень тесненькая. И это, ребята, не сезон. Что будет в сезон, тут вообще, наверное, с ума можно сойти. При соселении выдают бесплатно супер какой-то электронный тренажер для плавания электрический, то есть ребенка катается. Такая штука. Вокруг тебя. Да, а так 300 бат, по-моему, или 500 бат стоит. Тут, Ань, можно покататься только 10 минут по времени. Есть плавучий бар в Азии. Это не редкость. В водичке заказываем алкоголь, но весь он, конечно же, платный. Я бы хотела кого-нибудь пообъезжать. Да? Ну, пообъезжай. О, куда ты? Сяду. Тяжелая, да, штучка? Ну да. А теперь настало время наше идти на пляж. У пляжа огромное количество макашниц, кафешек. В общем-то, Аката самый развитой район и вне сезона самый популярный, потому что здесь вроде как самые маленькие волны со всех пляжей, но очень тесненько и, ну, прям очень тесно, я вам скажу. Ну, а мы сейчас возьмемся кокосико и отправимся на пляж. Эй, смотри, как... А теперь ответ на вопрос, почему именно в межсезонье, вне сезон так популярна Ката, потому что здесь есть волны, но они очень-очень маленькие. Здесь такие довольно приятные отливы, то есть не так, что, да, отлило и прям не искупаться. Ну, в общем-то, самый идеальный пляж именно для того, чтобы искупаться в межсезонье. Для многих очень это любимый пляж, а я, если честно, не очень его люблю, не знаю почему, но для детей, конечно, он идеальный. Они уже себе устроили пикничок. Мы, кстати, не любим снимать лежаки, ну, вот когда от отеля классно, а когда вот такие, они такие грязненькие прям. Ну, в общем-то, для детей идеально и красиво, и приятно. Обзор у меня есть. Мы здесь на сабе в прошлом году плавали, сейчас, конечно, не рекомендую, потому что все равно немножко волны есть. А вечером пляж становится довольно опасным для детей, потому что приходят сирпингисты, ну, как вы понимаете, неумелые сирпингисты, потому что это не те волны, да, как-то профессионалы катаются. И мне в прошлом году, правда, не здесь, а на Найкар, мне прям в плечо влетел, очень было больно, я там Аню прятала, два года назад было. Ну, в общем-то, после, где-то с четырех, наверное, с четырех до шести приходят сирпингисты, будьте осторожны, следите за детей. Ох, ну, песочек, посмотрите, мука, конечно, чем славится, Ката, Патонг, песочек, мука, так приятно идешь. Ну, Аня больше нравится Патонг, потому что там голый, у нас, кстати, следующий отель на Патонге Бионд. Он, кстати, после ремонта, так что его еще, наверное, никто не отсюнял, подписывайтесь, смотрите Бионд. Я обожаю отливы, посмотрите, насколько вода отошла, как красиво, сколько народа. Я, слушайте, не представляю, что же здесь сезон будет, мы пока думаем оставаться, но здесь сезон или нет. С одной стороны, работа самая, потому что мы машины же сдаем, кстати, можете у нас снять. Классно покупать такие костюмчики в Таиланде, потому что вообще не попадает, ну, жарко, реми лица, потому что в них еще шапочка, я просто ее не ношу. У Ани есть вот такой чудесный костюмчик от солнца, прячет полностью. Жаль, лицо не защищает. Жаль, лицо не защищает, мы думаем, может быть, есть на нос что-то. Да, но в ней не очень комфортно находиться, да? Ну, короче, огонь есть вот эти вот костюмчики, у нас их очень много, вообще очень круто, сохнут быстро, где-то мы там купили, здесь на рынке. Ну, в общем, я к чему, что чем вот это постоянно думать, как намазать, смылось ли, не смылось, обгорел, не обгорел, а вот одел и не переживаешь. Сегодня мы идем в знаменитый русский ресторан под названием «Веранда». Там нас туда встречат Маша и Медведи, и еще есть по соседству Чиххана, но в общем-то тот, кто соскучился по узбекской и русской кухне, вам туда. То есть вы спускаетесь с горы от нашего отеля. И вот мы поворачиваем налево, а не направо, и чуть-чуть проходим, и нас уже ждет наша верандочка. Вот она, вот она, вот смотрите, сегодня скидка 20%, ничего себе. Ну, в общем-то, здесь, наверное, самое интересное местечко для русских во всем Таиланде. Ну, вообще, Катя на пляже Ката очень много всяких таких детских местечек. Дальше там будет Динопарк, ну, кафешка, типа, с Динопарком. Ну, что, Аня наслаждается, кушает, пельмешки смотрит, Машу и Медведя, да, сметана. Ох, 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 соскучилась по такой идее, а я себе заказала две хинкали. Вообще, Ката это полностью такой более русский район. Здесь огромное количество ресторанов, детских магазинов. Ну, детский все-таки пляж, да, он такой не сильно с волнами, поэтому много детских товаров и развлекушек вокруг. Ну, здесь, смотрите, даже игровая есть. Это вообще редкость для тайского ресторана. Ну, еще, смотрите, приносят такие штучки детям поиграть, порисовать. Ну, и небольшой обзор город, ну, или поселка, да, где находится пляж Ката. Здесь, ну, в основном, огромное количество ресторанчиков, хорошие тротуары, ну, в принципе, поэтому ему и отдают предпочтение многие отдыхающие. Но мне этот район нравится меньше всех, потому что здесь не очень хорошие отели, они либо старенькие, либо маленькие. Ну, в общем, это мое личное мнение, я не люблю Кату. Наша эпопея с детским клубом продолжается, мы все пытаемся наладить работу в этом отеле детского клуба. Ну, вроде сказали, в 12 часов будет поделочка, но мы ждем, пришли, я пришла снимать. Так, ну, вроде бы, мы нашли сотрудника, и она включает Таня Плейстейшн, уже, уже что-то. Сам детский клуб очень даже неплохой, прошел даже реновацию, небольшой ремонт. Поэтому для семей с малышами, в принципе, этого будет достаточно, малышам и не нужна анимация, но деткам постарше будет, конечно же, да, немножко будет нехорошо, вот потому что Аня, допустим, меня просит с ней даже в Плейстейшн поиграть, потому что детей нет, здесь же ничего не проводят, но посмотрим, что будет в 12. Ну что же, ну что же, мы развлекаем себя как можем, вперед на боулинг! Что же, мы сделали это и на вторые сутки организовали сами хендмейт! Ну что же, ну что же, бронирование проходит как успешно! Да, Аня, ты спрашивала, что такое гербарий? Это гербарий, да, Ань, по-новому сейчас в школе называется не труд, а технология, да, будешь такое в школе тоже делать, класс! Позвольте я! Детская анимация продолжается, на вершем упущенная, дети уже сели, смотрите, сейчас будут декорировать, Ань, классно? Дети сегодня декорируют панкейки, вон Ань, палочки есть даже, анимацию мы настроили, теперь каждый день что-то интересненькое, дети сегодня принялись украшать вафли, и немножко о социализации, два слова, постоянно пишут в комментариях, что ребенок не социализирован, сейчас она сидит за столом с разными национальностями, с разными видами, и все говорят на разных языках, ну и общаются. Как и в другой сети вкусного отеля, здесь бывает платное мороженое, но это замороженный юпи маленький. Сейчас, сейчас, тебе тетя сходишь. Thank you. Вкусно? Вкусно? Начинаем наше утро с кофе-машины, но кофе невкусный. Заказываем омлет, омлет есть, естественно, в каждом отеле, здесь на самом деле очень разнообразный выбор, но как-то вот то ли подача, не знаю, мне что-то не нравится, то ли вкус, как будто все намешано, ну то есть разнообразие есть, но не очень вкусно как-то что ли. Ну, в основном преимущественно, конечно, тайская еда, европейская нет, яйца пашот не готовят, только омлет или яичницу. Каждый день на завтрак подают суп, он разный, сегодня с капустой. Ну и переходим от соусов к салатикам. В общем-то, очень-очень нестандартный завтрак, ну, довольно мало овощей, салатов, то есть даже помидорок черри нет, но зато красиво подали йогурты. И можно их, кстати, дополнить семена салатикам. Бананчики не приклядно выглядят, но вкусные. Ну и тропические фрукты, маракуйи нет, это минус для меня. Ну, а дальше хлопья, детки порадуются, а вот семена чая можно дополнить. Вау, блин, ну, как видите, все разнообразно, но вот что-то не то. Лапшичка и омлет уже готовый. это пудинг из... А, это сушку скрамбл. А, скрамбл от Слюзчис. Из плюсов можно разогреть круассаны, есть специальная духовочка, донаты есть, пончики и не просто, а с начинками. дымиши, ну, в общем-то, с выпечкой полный порядок. С напитками свежевышатых соков нет, эти пакетированные есть, водичка все присутствует, но, вы знаете, для меня минус это сидение на улице, для кого-то это плюс. То есть, помещения без кондиционера, только вертушки работают, и я, конечно, не получаю от этого удовольствие. Откаримое преимущество пляжа Каты это небольшой парк, который работает до 21.00. Здесь можно поиграть, есть детская площадка, собираются тальпы, которые танцуют сумбу, каждый ветер, и можно к ним присоединиться. А дети могут поиграть на детской площадке, что редкость для Таиланда. А я прямо сейчас сижу, Аню пока жду, и на комментарии отвечаю. Я, по большей части, на комментарии отвечали, когда жду, на пляже сижу, и выложила новое видео в Бангкок. И просто, я не знаю, какое-то хейтерское, как это называется, но я обычно сразу блокирую, а тут люди так часто пишут комментарии, в принципе, пусть пишут. И я отвечаю, ну, это и для контента хорошо, но всегда, естественно, каждую маму там задевает, когда ей рассказывают, как там кого воспитывать и так далее, и пишут там, что вот у вас странный ребенок, потому что он не социализированный. Я вот сижу сейчас на площадке и вот думаю, как же она не социализирована, если просто огромное количество людей, огромное количество ролей. То есть ребенок может себя попробовать не только в одной роли, потому что когда ребенок приходит в детский сад, ну, уже априори ему определена какая-то руль в зависимости от общества, в которое он попал. Ну, получается, что мой ребенок имеет возможность попробовать себя в разных ролях, в разных культурах даже, да, в разных вообще обществах. То есть не так, что он пришел в один класс, там все уже все друг друга знают, есть заводила, есть там хейтеры и так далее, ну, в принципе, потом по жизни это все и сохраняется, как видно. Кого-то забивают там и так далее, да, и я уверена в том и много случаев видела, когда многие, да, психологи говорят, что не нужно переводить в другую школу. Это неправда. Ребенку можно подобрать то общество, в котором ему будет комфортно, в котором он будет себя чувствовать и примерять на себя разные роли, иметь на это возможность. И я считаю, что мой ребенок просто, ну, я сначала тоже загонялась, если честно, потому что на голову вбивают, что вот, школа, детский сад и так далее. Но это же придумали все люди, а социализация не в школе и детском саду заключается. Детский сад это вообще изначально, ну, чтобы родители могли работать, да, имели возможность куда-то ребенка пристроить, чтобы он чем-то занят, то, что не могут его оставить в одиночестве. Я сижу на площадке, Аня играет в футбол с тайскими мальчишками и девчонками, тут же с ними подружилась, нет никакого языкового барьера. И ребенок веселится, играется и может себя в любой обстановке чувствовать себя комфортно, может найти подход и выход из любой ситуации, знает, что есть разные культуры, что есть разные дети, она может себя вести по-разному, и я очень круто вот постоянно за ней наблюдаю, даже во мне этого нет, да, но все равно примерно одинаково действуем в разных ситуациях. Она уже как-то умеет, разбирается, она умеет найти подход, то есть она понимает, что люди разные, и если даже тебе кто-то один отказал, это не значит, что ты не найдешь в себе применение или еще что-то. Ну, короче, в общем, вы поняли мою мысль, мы пока сижу, поболтаем, пишите, что думаете по этому поводу. И еще я забыла рассказать, что я часто замечаю, как дети, ну, я уже как раз перезвала к этому поводу, естественно, наблюдала, за детьми и конкретно они попадают в не знакомую для себя ситуацию и как они себя ведут, они не пытаются познакомиться. И очень часто слышала фразу, что девочки, ну, девочки, в основном, мальчишки легче сходятся, слышу фразу, что типа кто-то с кем-то не дружится, потому что у меня уже есть подружка, ну, то есть она все, ну, она как бы зацикнулась на одной подружке, но это с одной стороны опасно, потому что подружка может найти себе другой подружки, это будет огромная, огромная травма для ребенка. И я не раз наблюдала, как были истерики там у ребенка, когда ему сказали, что с ним не хотят дружить, ну, то есть это была вообще, ну, катастрофа, ну, то есть у ребенка истерика и все, потому что, ну, он думал, что все, только эта подружка существует, и некоторые дети реально думают, что подружиться с кем-то другим невозможно, и, ну, типа и не нужно, и они даже не стараются биться в другой коллектив. И часто бывает, что в отеле приезжают, там у мамы такие, блин, ну, она в сад, или поступает, с кем-то так, а тут не может вообще, ни с детьми подружиться, ничего. То есть, ну, и я, так, знаете, подрасслабилась, потому что это зависит вообще от ребенка, ну, тоже в большей мере, от того, какой он коммуникабельный, не коммуникабельный. Он может ходить всю жизнь в детский сад, в школу, но быть одиноким, одиночкой, и у него не может не быть вообще друзей, и он будет не социализирован вообще. То есть, его социум, наоборот, будет подавлять. Поэтому это все не так однозначно. Но вы пишите свои мысли по этому поводу. И если понравится, у нас будет рубрика разбора комментариев, да, вот у меня, например, там часто, ну, и не одни, но одна женщина вообще каждому видео пишет, что нужно срочно причесаться, срочно причесать ребенка и так далее. Ну, первое, я объясняла, что мы снимаем видео, не наряжаясь, и мы вылезли из моря и пошли дальше снимать или залезли в бассейн, но это не важно даже, да, что я считаю, что классно, когда человек чувствует себя комфортно, ну, вот так вот, вот с такой головой, как я сейчас. Я вылезла из моря, сижу на площадке у моря, классно, и для этого не нужно бежать в отель, расчесываться, сучить волосы, а потом идти гулять. и я вот думаю, ну, вот про внешность, да, ну, это такое, во-первых, растяжимое понятие, особенно обидно, да, за девушек, которым, ну, реально, очень круто выглядят, очень много в себя вкладывают и денег, и, возможно, там вообще, да, делают себе укольчики и все такое, да, и им тоже пишут какие-то там гадости, это, конечно, вдвойне обидно, потому что человек, да, явно, ну, как бы, для него это важно. Вот я считаю, вообще некорректно, да, про внешность писать какие-то комментарии, странно, вот, но я, с другой стороны, считаю, что круто, когда человек чувствует себя в любом, как бы, в любой внешности комфортно, и это главное, потому что, ну, жизнь, знаете, разная бывает, и можно в одночасье потерять свою внешность, да, поэтому всегда, я считаю, нужно иметь какой-то стержень, какую-то опору внутри себя, а не опираясь на какие-то внешние, классно выглядят внешние, у меня тоже был период, когда я там ходила с маникюром, педикюром, у нас сегодня переезд и необычный, мы идем в следующий отель пешком, в Озо, от одного отеля, спускаемся вниз по дорожке, и на месте, Аня ухватила напоследок бесплатный, замороженный, юпи, веселый грузовичок, мы решили отойти подальше, видите, прощаемся наконец-то, с этой супер тяжелой для подъема горочкой, видите, как мы не попрощались с Катой, покажу вам как раз, сколько здесь магазинчиков, ресторанчиков, ну а вон уже нас ждет вход в Озо, кстати, в этом году лучший, по версии, триплитвизор, в 2003 году лучший отель, по версии, триплитвизор, по версии, в 1-2-3-3-8-8-8-8-48-48-48-48-48-48-49-48. .